Встречайте грандиозное обновление World of Tanks 1.0 Ребята, всем привет с Нью-Йоркского автосалона, с международной автомобильной выставки И сегодня я начну делать свои репорты Но не так, как в прошлый раз на Женеве, когда мы с Ромой перестарались и выпустили сразу все видео почти в один день Их никто не увидел, так как YouTube вам их просто не показал Так что я буду делать по одному-два видео в день И в ближайшие, наверное, дней 5 вы будете наблюдать самые последние новинки и премьеры отсюда, с международного автосалона Так что поехали, не переключайтесь, смотрите, что будет на канале Volkswagen совершенно неожиданно привез на автосалон сразу две новинки Если первая была ожидаемая, это вот тот вот дальний пикап, сейчас я к нему подойду То вторая, вот эта машина, непонятного такого кроссоверно-купе-образного вида Была, в общем-то, откровением Эта машина называется Atlas У нас она продается, ну точнее будет продаваться под брендом Peramont Потому что Atlas уже занят китайцами Так вот, эта машина построена на этой же платформе Но сделана в виде вот такого модного, как сейчас говорят, кросс-купе Это пятиместный автомобиль, у которого скошенная задняя оконная линия Более спортивный силуэт, называется он, соответственно, Atlas Cross Sport Ну, с точки зрения его каких-то возможностей по продаже на нашем рынке Речь пока не идет, конечно Плюс это такой, наверное, больше полуконцепт Все-таки автомобиль не совсем серийный, посмотрите, как он выглядит Но заслуживает отдельного внимания Окна без рамок толстенные И вот такой вот интересный салон Какое-то нереальное количество алюминия Как будто друзья из Audi поделились этим крылатым материалом с партнерами по цеху Большое количество электроники Мультимедиа-экраны Посмотрите здесь, как сделано В принципе, так же, как реализовано на рейндж-роверах Двойные экраны Нижняя часть управляет, соответственно, климат-контролем Верхняя мультимедиа Большая электронная панель приборов Руль, который почти весь сделан из алюминия Здесь минимальное количество кнопок на центральной консоли Ну и вообще такой абсолютно воздушный вид интерьера Необычно видеть это у Volkswagen Но, опять же говорю, машина существует в рамках концепта Поэтому все еще может поменяться Посмотрите, как выглядит автомобиль спереди Здесь тоже необычное решение По крайней мере, в серийных Volkswagen такое не встречалось Огромные световоды на светодиодах Мощные, подчеркивают силуэт и вообще характер автомобиля Видите, здесь большое количество воздухозаборников Каких-то всяких причудливых форм в бампере Которые, опять же, должны вам подсказать, что это не простой автомобиль А такой вот спортивный, заряженный концепт По технической начинке, конечно, говорить пока рано Потому что Volkswagen может установить здесь все, что угодно Большое количество двигателей и трансмиссий доступно у этого концерна Так что посмотрим, что из этого в итоге доживет и приживется на конвейере Ну, а вторая машина – это вот такой пикап Вы знаете, что уже пикап существует Это Amarok Но это совсем другая машина Которая тоже построена на той же платформе, что и Atlas или Terramont Посмотрите, тоже большое количество светодиодов Используется необычная подсветка Что-то похожее мы видели вот в этих, по крайней мере, воздухозаборниках В электрических моделях Volkswagen Но здесь они пошли дальше Ну, опять же, формат концепта Все-таки эта машина в виде концепта существует Позволяет экспериментировать, создавать вот такого плана светотехнику Ну, а если сравнить ее с Amarok То, по большому счету, эта машина будет больше Ну, точнее, она есть уже больше Но при этом возможно, что в Volkswagen смогут предложить что-то более оригинальное Более интересное Не такое утилитарное А более дорогое, скажем так, премиальное Нежели Amarok По крайней мере, внешний вид этого автомобиля говорит именно об этом С точки зрения оффроуд возможностей, опять же, говорить пока рано Потому что непонятно, в каком виде это все доедет до конвейера И доедет ли вообще Но выглядит пока эффектно машина Конечно, огромная Мускулистая Выглядит футуристично, современно Посмотрите, как сделаны задние ручки Задние ручки прячутся здесь В интерьере тоже можно увидеть, что это пока еще концепт Такая интересная яркая подсветка Опять же, электроника, которая управляет и мультимедией И настройками климат-контроля С два экрана Здесь управление коробкой Ну и здесь посмотрите, какого размера багажное отделение Просто огромное И высоченные борта тоже Чего нет на самом деле на Амароке И возможно, что эта машина будет конкурировать именно на американском рынке Потому что это более крупный пикап Такие, как любят в Северной Америке А Амарок все-таки среднеразмерный пикап Которых почти нет в США Северной Америке Северной Америке Северной Америке Северной Америке Северной Америке